всех приветствую с вами я веган христолюб у нас с вами сегодня продолжается общая тема в рамках плейлиста веган по библии почему я веган или не веган да мы с вами разбираем что я веган потому что антоний великий преподобные то не великий был веганом проповедовал веганство на моем сайте странички в частности странички веган по библии все эти тексты все это указано можете найти все это мы с вами разбираем антоний великого преподобного это место о котором мы своим будем читать это есть такое у него у него есть жизнь творение есть письмо не около пяти там разных Но это не он сам писал, о нем писали, его сказания передавали. Называется «Устав отшельнической жизни». Мы с вами идем хронологически. Вы помните, первое видео мы с вами посмотрели о том, я поговорил, кто такие вообще монахи, монашествующие, откуда они появились. Сейчас я об этом еще раз чуть позже скажу. В предыдущем видео мы с вами Климента Александрийского посмотрели, как он утверждает, что апостол Матфей и Иоанн Креститель, а значит, соответственно, Иисус, были веганами. И вот с вами сегодня мы Антония Великого прочитаем. Как видите, там разбили по пунктам, точно так же, как, по сути, Библию делят на стихи. И я, естественно, два стиха, так скажем, два пункта выделил и добавил, чтобы мы их узнали. Что же пишет Антоний? 32-м пунктом в этом «Уставе отшельницкой жизни» написано «Употребляй самую простую и дешевую пищу». Ну и можно было бы, если бы не было другого пункта, утверждать, что, может быть, Антоний Великий там какую-нибудь дешевую курочку проповедует. Можно что-то зарубить и съесть, да, или купить раз дешевую. Нет, Антоний Великий в 37-м пункте прямо пишет. «Мясо не ешь совсем вовсе». Ну и, во-первых, опять хронологически хочется сказать кратко здесь об Антоне Великом. Он жил в 251-356-й год. Ну, все это приблизительно. Древность, конечно, покрыта мраком. Но, как вы помните, в предыдущем видео про Климента Александрийского мы смотрели, что он жил в 150-215-й год от Рождества Христова. То есть мы видим между смертью Климента и рождением Антония Великого всего 30 лет. Ну, а образно говоря, между их зрелостями, ну, лет там 50 возьмем, да, там 60. То есть мы с вами идем последовательно по годам жизни, чтобы увидеть вот это все несостоятельность современных религиозников, о том, что якобы веганство чуждо христианству, да, это абсолютный бред, абсолютная неправда. То, что в современном так называемом христианстве, которое является псевдо-христианством, и бы с жизнью учением Иисуса Христа Бога любви, являвшегося плоти, она ничего общего не имеет от слова совсем, в православии, католицизм, протестантизме, веганство было просто абсолютно вырезано, уничтожено, растоптано, да, и оболгано. На самом деле веганство – это норма жизни, описанная в Библии, в первой книге ее бытия, в первой главе, где описано, что Бог мир создал веганским, естественно, потому что Бог есть любовь, а употреблять пищу, полученную посредством эксплуатации или убийства живого существа, ничего общего с любовью не имеет. Поэтому мир был создан, так скажем, я уже выражаюсь просто таким языком, веганским, чтобы веганам было это близко, понятно, да, и в пищу был дан человеку, как животным, только лишь растение, ну, растительный мир, продукты растительного мира. Вот так вот, и поэтому, когда меня каждый раз или у вас будут какие-нибудь псевдо-христиане, религиозники, православные, как только протестанты, укорять в том, что вот якобы, да, мясо можно есть, трупы убитых животных, на самом деле, никакого мяса не существует, это лишь придуманное, удобное слово, чтобы заменить слово «труп» убитого живого существа, вот, то мы видим с вами, что великие святые, Антонио Великий – это величайший святой ортодоксальной церкви, величайший. Да, пусть он не жил семейной жизнью, выбрал жизнь уединенную, временами, большими временами своей жизни отшельническую, для познания истины, я тоже проходил свой путь, вот, но это не говорит о том, что, конечно же, религиозники всегда находят оправдание своим беззаконием, в частности, когда ты ссылаешься на их же святых, ну, пусть даже те же самых монахов, как я вам в прошлом ролике говорил про климата Александрийского, их беда в том, что они, как всегда, очень любят строить памятники или гробницы и восхвалять все этих уже, как иудеи, восхваляли своих, Иисус их в этом обличал, современные религиозники, ну, и такие же кривые, кривославные предки, да, любили строить, при жизни, кстати, они все гонимы были, эти святые, да, да, но потом очень любили строить им, как написано в неправильном синодальном переводе, гробницы, ну, не гробницы, а памятники, да, возвышая их, какие они были хорошие, как иудеи тоже, там, всех пророков сразу полюбили, да, только когда, да, отцы их убивали, этих пророков, да, и хоть там и не было, но, как Иисус сказал на примере опять очередной жизни, когда теперь перед вами даже больше пророка, сам Бог во плоти, Бог любовь во плоти, вы продолжаете делать то же самое, поэтому участвуйте в пролитии их крови, потому что вы точно такие же, здесь то же самое, знаете, пока они живы были, их точно так же там гнали, не принимали, унижали, оскорбляли, ну, потом строили им памятники, ну, и потом эти предки, которые, пусть даже и построили им памятники по делам их, как Иисус говорил, да, они словами-то на словах все говорят, по делам их не поступают, да, жизнью их не живут, вот это то же самое, поэтому, знаете, очень любят они, говорят, ну, это же монахи, там, они, ну, и они великие, а мы грешники, там куча отмазов, но это монахи просто, да, мы-то миряне, а монахов и мирян кто поделил-то? Да, монахи стали уединяться, потому что люди не хотят сообщаться с грешниками, любой святой человек, да, он, как Павел говорил, мы живем среди грешников, можем проповедовать, да, какой-то есть контакт у нас, это понятно, с миром лежащим возле, с их представителем, но входить в близкое общение, святые люди не входят, вот, это очень важно понимать, потому что и они не могут, они в принципе не могут соединяться, их отталкивают, потому что они разные, у них разные интересы, только если святой начнет, да, становиться грешником, и начнет все это одобрять, молчать, но святой будет всегда человек, человек света, как я сказал, светильник, свечка или лампочка, она будет всегда обличать тьму, да, и тьма будет бежать от света, да, так что им просто невозможно долгое время вместе находиться, они естественно отделяются, вот, но кто это потом формально поделил, якобы там монахи это одно, у них своя жизнь, нет, это все уже человеческое, это опять поделили, чтобы усыпить вот всех этих мирян, так называемых, что вам учение о святости, оно вообще не нужно, вам достаточно, да, грешить и крокодили слезы проливать под попским полотенчиком, да, ну, а протестантов еще все, другую крайность взяли, упростили, что типа вообще можете ничего не проливать, да, все уже, Иисус за вас взял все ваши грехи, прошлое, настоящее, будущее, и ешь, пей, веселись, душа моя, ибо завтра все равно подохнешь, вот так вот, зло и то, и то, учение о суде, об ответственности человека за свою жизнь добрую или худую, они полностью выкинули из Евангелия, уж не говоря о том, что это учение не просто об ответственности за свою жизнь добрую или худую, это разный уровень твоей худой или доброй жизни, поэтому учение о святости, о совершенстве, это и есть учение Бога любви, пришедшего плоти Иисуса Христа, вот так вот, вот вам, пожалуйста, прямо написано, мясо не ешь совсем, все, это уже достаточно, чтобы религиознику тыкнуть, это не важно, какой там монах Антоний, да, он монах, да, он решил там вести безбрачную жизнь, жил достаточно свое время, отстранен от людей, потом вышел на такую же проповедь к нему, там тысячами приходили, да, лишь бы только его увидеть, так это живой пример как раз святой жизни, а ты почему не последуешь, в чем проблема-то, он точно так же жил, трудился там, да, свой огород, все у него было, это не отмаз, это не отмаз, и как мы видим, особенно, видите, я все это не вырываю, а все показываем последовательно, мы с вами всю Библию разобрали от начала, через, сквозь призму всего Ветхого Завета прошли, Нового Завета, Евангелия самого Иисуса Христа, апостолов его, и перешли к его ученикам и последователям, посмотрели Климента, который ссылается, Матфей был веганом, то есть мы видим, что цепочка, как это, приемственность называется, она сохраняется веганство, и, к сожалению, чем дальше в лес, тем толще бревна, ее, конечно, в концовке окончательно вырезали, и, кстати, все вот эти личности, типа Климента Александрийского и Антония Великого, и уже потом мы, кстати, с вами, вот будем Василия Великого разбирать, да, они жили, ну, Василий Великий уже во времена этих великих, так называемых Вселенских соборов, которые начались, а вот, ну, Антоний Велик как бы тоже дожил, но он там пустынничал, и во всем этом не принимал участия, и не хотел принимать, потому что он выходил уже потом на, говорю, к людям, но его там не было, потому что его эти даже собрания не особо-то устраивали, вот, это очень важно, но более того, те, кто описывал их житие, их труды, это такой же самый Афанасий Великий, значит, естественно, они были точно такими же все, потому что они исследовали, да, истине, исполняли заповеди, это очень важно, в принципе, на сегодня у меня все, тут добавить, прибавить, я говорю, обычно у меня ролики очень длинные, мне хочется, чтобы люди просто об этом знали, а религиозник, который будет это смотреть, все-таки задумался, да, прямое указание, вы тогда прежде чем таким, как я, тыкать, вот тыкните вы им, да, ты, наверное, Антонию Великому бы не стал тыкать и тех, кто к нему собирался, его почитала Климента Александрийского, что мы с вами в прошлом разбирали, а уж Антония Великого, я, если ты религиозник или кто-то заинтересуется, неважно, на моем канале Христолюб, Веган, Библии иные Писания в свое время, причем это уже давно, это лет, я уже шесть лет на ютубе, я записал Антония Великого в самом начале, то есть уже шесть лет, прошло там ролики, получается, шестнадцатого, семнадцатого года, я еще сам только завязывал с практикой православия, три года практиковал, и за несостоятельностью этой всей жизни учения православной секты, я ее выплюнул, выболивал как ненужное, и избавился со временем от всех заквасов, которые ко мне, естественно, тоже прилипали, но я еще все-таки духом-то там, но так как я оттуда, как я вам говорил, Антония называли богомудрой пчелой, да, Антония Великого, и не просто так, он собирал, он ходил по разным учителям, еще пока сам не ушел в волшебничество, в полное там для познания себя, он очень много общался с разными мудрецами, христианскими мудрецами, такими уже уединенниками, и от всех он собирал самое лучшее, и именно поэтому о нем такая пошла молва, вот, и не только от христианских, вообще стал везде именно собирать самое все, что доброе и светлое, да, он именно этим тоже, так скажем, прославился, вот о нем такая была молва, и вообще его жизнь действительно такая, я от него очень много взял, очень много хорошего, доброго, то, что он писал, почему бог есть любовь, что в боге нет никакой тьмы, у меня есть отдельное чтение его этого места, оно есть и во всем контексте, там, где я читаю, вы найдете, но у меня есть отдельная его, это речь о том, что бог есть любовь и нет в нем, бог есть свет, как Ант Богослов, нет мне никакой тьмы, он так эту тему раскрыл, он писал, что все эти бредни человеческие, которые приписывают хоть какое-то зло богу, там, что все это от дьявола, да, бог ни на кого не злится, он так это красиво тоже, он говорил, он никогда сам ничего не писал, но он действительно достиг такого величия, в том плане, вот действительно такой, конечно, у него были точно такие же враги, его точно так же поносили, вот, но потом-то все это, конечно, зло уходит, да, а вот свет остается, действительно, само житие, которое о нем написал Афанасий Великий, один из толпов церкви, сравнимый в одной, кто знает, на одном пьедестале они стоят с Василием Великим, которого мы будем в следующем видео с вами разбирать, читать, он написал его в частности с житие, и вот все те, кто собрал там его высказывания, письма, так называемые, вот этот устав отшельнической жизни, который якобы он там тоже давал, как бы за ним, можно сказать, сценографировали, потом по памяти писали, не суть важна, это действительно чудо, и вот несмотря на то, что я никакого отношения к православию уже давно не имею, вы видите, с какой я теплотой, любовью вспоминаю, мне надо вот, и там никого не почитаешь, за учителей, там все это хаешь, нет, вы знаете, я все говорил, что я все, что доброе и светлое, я за все это благодарен, и я говорю, вот, Антония всем бы рекомендовал вот эту жизнь, я говорю, если хотите, со мной вот 33 видео в одном плейлисте, 22 в другом, вот жизнь и письма. Устав отшельницкой жизни, я, кстати, сам этот, почему говорю, эти места вы конкретно не найдете, но я записал письма, это очень великолепная тоже такая литература, все вот это вместе, я рекомендую познакомиться всем, у кого есть какое-то желание, может, меня какие-то смотрят, мужчина или женщина, который тянет к какому-нибудь уединению, я вам всем рекомендую начать этот свой путь, он вас от чего-то отвернет, наоборот, покажет правильные вещи, это вот житие и письма Антония Великого, это просто прекрасно, и будучи, если сами будете со своей головой дружить, вас никто в монастырь не посылает, или там запереться, ну, вы знаете, действительно, очень великолепно, это великолепное чтиво, вот, я верю, что оно абсолютно реальное, есть кто сомневается вообще в жизни таких исторических личностей, но тогда можно сомневаться в исторической личности любого человека, и Гитлера даже недалеко братья Наполеона еще дальше, и так дальше, дальше, и до всех святых, и вот Антоний, тогда можно в исторической личности Иисуса Христа сомневаться и так далее, вот это уж тут поверье, тут никогда никому ничего не докажешь, действительно, каждый убирает сам себя, вот, и поэтому, пожалуйста, да, эти люди есть, и сами поймите, если этих людей так почитали, многие, конечно же, исполняли это, и откуда все это взялось? И еще раз я хочу уже в оконцовке подытожить, что вот эта вот мысль о том, что мнение растыкает, что якобы ты вот перечишь, противоречишь Евангелию Апостолу, то есть Новому Завету, и я в оконцовке сейчас опять скажу, что я сказал и при ролике про Климента Александрийского, что вы сначала вот тогда вот им тыкните, Клименту Александрийскому, Антонию Великому, что якобы вот они не ели мясо. И он это кому писал, когда говорит, ну это он сам делал, другим, ну как же, это устав, он пишет, что ты должен делать, мясо не ешь совсем. Ну для чего это? Конечно, бредни, я это слышал, хоть в этом ролике, в других я не помню, говорил, конечно, есть бессердечные идиоты попы, которые все это переворачивают и говорят, что они на веганов прямо наезжают, мне такие ролики сбрасывали, на веганство, что якобы, ну монахи там усмиряли свою плоть, якобы, но опять, вы знаете, эти идиоты попы, они себя со стороны даже не слышат. Ну хорошо, монахи, да, усмиряли, как они говорят, свою плоть, вот чтобы действительно со страстями бороться, хорошо, они действительно, вот именно, расплоть разжигает страсти, соответственно, страсти, это, ну грубо говоря, перевести это плохие чувства, плохие желания, которые тебя приведут к плохим делам, да, к грехам прямо. Вот, они с этим боролись, они это делали, они нашли методы, нащупали вещи, я уж молчу про то, что как звучит фраза, я такой блеотин из их уст собственными ушами слышал, что вот именно, зная веганство, тут они были правы, или где-то наслышались, или прочитали, что настоящее веганство, это этичное веганство, как он называет очень часто в нерелигиозной среде, потому что, естественно, много веганов, не нерелигиозных людей, не христиан, как угодно, зовите неверующих, там, да, вот, ну неважно, в ихнем понятии, этичный веган, это веган из любви к животным, да, ну каким я, хоть и являюсь христианином, тоже являюсь, вот, но я называю себя веган по любви к животным, слово этика хоть и нормальное тоже, но если, кто знает, у меня самое употребляемое слово в моих практиках – это любовь, это и есть сущность бытия, да, вот, ну, по сути, кто и этичный, этику слова употребляют, они вкладывают именно тоже этот смысл, смысл любви или добра, вот, вот, и когда вот это все тыкает, да, как бы, что ты, типа, противоречишь, я и говорю, посмотрите на Антония Великого, да, в чем смысл-то, он почему тогда противоречит, и когда какой-нибудь поп вот употребляет еще, типа, они, если и были, вот, как бы веганами, ну, как бы и были, они, вернее, не отрицают, он знает эти вот, конечно, попы и многие более-менее образованы, они все это знают, читают, тем более могут посмотреть ролики таких или тексты, таких как я, которые знают эти места, показывают, да, и говорят, ну, там же не написано, что из любви, якобы они не из любви к животным был, я думаю, слушает и послушает себя идиота, как это звучит ужасно, отвратительно, из-за вас хулиться имя Христово, из-за вас поносится крест Христов, как мы с вами у Павла все эти выражения читали, да, из-за вас прямо хулиться имя Божье, Бог, любовь, любовь хулиться, ты говоришь, что они были веганами, не из любви к животным, значит, они их что, ненавидели? Ну, как это отвратительно, тошнотно звучит, что монахи там не из любви к животным, ну, значит, монахи ненавидели животных. Мы с вами закончим этот цикл Исааком Сириным, это будет яркий пример того, что действительно должно быть и пребывало в настоящих монахах, действительно, которые достигали совершенства в любви, поэтому здесь я своими словами выражаю, здесь я буду говорить, вот, да, что во мне как раз можно увидеть этого Антония Великого, Климента Александрийского, Василия Великого, Исаака Сирина, да, вот в ихних словах, в ихних писаниях, у них можно увидеть, глядя на меня, можно увидеть их, глядя на вас, можно увидеть только мясников, жестокосердных идиотов, все, что вот это, да, ты читаешь о любви, поэтому, конечно, там, бредни эти, я даже смотришь на этого человека, он безумен, на то, что на себя там рясу натянул, как уподобляясь, да, этим древним монахам, да, крест вот такой нацепил, ничего, твои слова, твоя блевотина, которая из твоего рта течет, она, да, заставляет просто бежать от тебя, сломя голову, ну, опять же, я говорю, они боролись, а вы тогда что, высший них, это я уж на ихнем языке разговариваю, да, но они почему-то боролись, ущемляли свое чрево и боролись со страстями, которые не давали им грешить, они приходили к святости, так что же вы не поступаете по делам своих отцов-то, памятники-то им возводите, ой, Антоний Великий, молись и Бога о нас, там все эти любят на богослужениях петь, святые отчи, моли Бога о нас, да как он будет о вас молить Бога, вы ничего делать не хотите, вы не хотите поступать по ихним делам, вот это очень важно, конечно, понимать, да, и как действительно я вам тогда зачитывал, переводя уже на современный язык, вторую главу к римлянам Павловам, да, что как ты называешься христианином, да, говоря, не убей, убиваешь, и так далее, да, и не тот христианин, что крестился по плоти, там, да, в детстве, тем более, младенцем, окунувшим кого в воду, и говорит, не тот ли тебя судит, не христианин и не крещеный, ну, который поступает по заповедям Божьим, по заповедям любви, он, не он ли будет тебе судом, да, обличителем на великом, великий день, да, страшного суда, он, да, говорит, потому что не тот христианин, кто крещеный, кто по плоти такой, да, через крещение, а тот, кто по духу, кто исполняет заповеди любви, творит добро, естественно, веганство – это любовь, а труппожорство, убийство, само слово говорит о том, что это зло, это тьма, вот и все, и каждый получит по делам в своей жизни. Ну, вот такой вот ролик тоже на 20 минут, что у меня предыдущий про Климента, что этот, небольшие получились. Следующий у нас с вами Василий Великий, вообще-то я уже на его ролик записывал, но я решил все-таки еще раз записать, тот ролик был записан 6 лет назад, кому-то может интересно будет их сравнить, даже мое видео, там плохой звук, я считаю, только начинался, вот, ну, да, я хочу все-таки, я решил все-таки еще раз записать, Антонио Великого, тут мы побольше с вами почитаем уже, ролики получат длинные, ну, и закончим Исааком Сириным, это будет достаточно, чтобы каждый для себя сам определился, какую сторону ему принять, сторону добра, любви и света, или сторону тьмы, какое сердце в себе создать, кем быть и куда по уходу из этой временной жизни, школы жизни, уйти в небесное царство любви Иисуса Христа, или в ад, таким же, как он, которые не любили животных, которым на животных было вообще все равно, у меня на этом все, ставьте лайки, если нравятся мои ролики, из них что-то доброе узнаете, полезное, ну, и делитесь ими у себя на ресурсах, в соцсетях, на сайтах, форумах, что у вас есть, телеграм-канал, ютуб-канал, и все мои видео можно не просто репостить или добавлять к себе на ютуб, в плейлисты, можно вообще перезаливать, нарезать, куда угодно, заливать в тиктоке, я не против, на все даю свое одобрение Ну и пишите комментарии, ваши мысли, эмоции выражайте, задавайте вопросы, я все читаю, стараюсь отвечать на ваши вопросы